Французский бренд Valio и тормозные колодки. Тормозная жидкость. Какая связь. Здравствуйте, меня зовут Яков, я технический специалист Евроавто. Меня зовут Артем Березин, я технический специалист от бренда Valio. Артем, мы вообще с Valio работаем много лет, мы снимали уже немало видео, но это обычно или сцепление, маховики, радиаторы системы охлаждения, система кондиционирования, но какая связь с тормозами? Яков, связь прямая и непосредственно связанная с началом возникновения компании. Еще в далеком 1923 году основалась компания Sassio Anonim Francede Ferrado, собственно говоря, которая впоследствии собрала целое семейство брендов и объединила это под названием Valio. То есть во фрикционных материалах вы спецы еще вот с тех пор, да? Можно сказать, мы являемся одними из основателей, из трудоначальников этого направления, поэтому, безусловно, сегодня будем делиться опытом и знаниями. Отлично, и что мы сегодня будем делать? Мне удалось раскопать интересный автомобиль. Это Hyundai Tucson GM 2008 года, достаточно популярный массовый автомобиль в нашей стране и даже за рубежом, но, насколько нам известно, есть определенные вопросики с тормозной системой. Как поделился владелец, его неоднократно беспокоили проблемы, связанные с тормозными механизмами, неоднократно менялись колодки по причине того, что они рассыпались, но на одной из последних замен была применена болгарка. Связано ли это с неправильным подбором запасных частей, либо с какими-то некачественными запасных частями, нам сегодня предстоит разобраться. Отлично, нас ждут сюрпризы и чужие косячки. Ну что ж, предлагаю от теории приступить к практике. Любой ремонт начинается с диагностики, причем диагностики комплексной. Это касается и деталей узлов тормозной системы. Но пока мы еще не демонтируем суппорт, не отстреливаем, соответственно, скобу, делаем предварительную диагностику, что мы можем сказать, исходя из той картины, которую наблюдаем. Ну, во-первых, первые вопросы, которые меня волнуют, это неравномерный прижим тормозной колодки к площади тормозного диска, о чем свидетельствует побежалость, да, это изменение цвета. Понятное дело то, что здесь есть определенные борозды, но вопрос, который меня больше всего на текущий момент волнует, это образование окалины на тормозном диске. И как следствие, я поверну для наглядности кулак. Если мы заглянем в колодку, можем увидеть то, что она не цепляется к тормозному диску. Отдельно стоит заметить, это мы увидим уже после демонтажа самой тормозной колодки, то, о чем нам говорил владелец. Это некорректный подбор тормозной колодки. Мы видим следы выпилов от инструмента, в частности, здесь от болгарки. Ну и, конечно, общее состояние тормозной системы, которая нуждается в обслуживании, чем мы сегодня и займемся. Но сейчас я предлагаю перейти на заднюю ось и посмотреть, что происходит там. Добрались мы и до задней оси, смотрим картину, которая открывается перед нами. Конкретно, да, вот Яков добавляет грустную картину и совершенно правильно. По той причине, что, ну, во-первых, мы видим с вами всего лишь небольшую рабочую часть тормозного диска, которая участвует в замедлении автомобиля, что, безусловно, есть не то, что нехорошо, а просто катастрофически с точки зрения безопасности. Да, возможно, для поезда каких-то коротких, в пределах, там, 5-7 километров до магазина этого будет достаточно и машина будет служить, да, своему владельцу. Но мы все-таки говорим про вопросы комплексно, да, связанные с безопасностью. Второй момент, который сопряжен и с первым, это наличие также окалины, как на переднем диске, свидетельствующем о неполном прижиме тормозной колодки к диску. Яков, ну а что вы, как специалист, можете заметить? Ну, я могу заметить две вещи. Машину это обслуживали, и причем весьма щедрые люди, меди они не пожалели. Но, скорее всего, вот, опять же, судя по остаточной толщине колодок, их действительно меняли-меняли недавно, и я думаю, по состоянию диска, что он подумер еще раньше. То есть, скорее всего, заменили колодки, оставив старый диск. А еще я вижу, что ступица вращается с большим интердом, что говорит о подклинивании то ли колодок на направляющих, то ли суппорта на направляющих, а может быть и поршень в теле суппорта, но это уже покажет вскрытие. Да, я предлагаю тогда приступать к демонтажу, будем копать дальше, но небольшое замечание касаемо смазок, конечно, многие механики, я думаю, вы со мной согласитесь, забывают о том, что есть вопросы гармонических пар, и излишнее употребление медной смазки может и навредить автомобилю в том числе, поэтому мы рекомендуем всегда ответственно подходить к вопросу обслуживания той или иной системы. У них есть четкий аргумент, с которым очень тяжело бороться. Я 20 лет мажу, и ни у кого ничего не из-за раздет. Согласен. Будем рушить мифы. Отлично. Пошли работать. Продолжение следует... Демонтировали скобу, но, собственно говоря, здесь у нас открываются две новых истории. Первая – это состояние поверхности тормозного цилиндра, который оставляет желать лучшего. И второй момент – это ответ на вопрос якобы, почему плохо проворачивался тормозной диск. Мы можем с вами обратить внимание... Подвесим суппорт. Обратить внимание, что колодки практически остаются на своем месте. Это даже не практически, это так и есть. Физически нету даже ни малейшего зазора для того, чтобы была возможность расцепиться от тормозного диска. Несмотря на то, что колодки новые, к сожалению, эта система не была обслужена должным образом, не была убрана лишняя окалина, зато очень хорошо и от души залит медианной смазкой. Так, добрались до интересующего у меня момента еще одного. Значит, во-первых, поскольку у нас защитный кожух закрывает поверхность, внутреннюю часть тормозного диска, поэтому мы полноценно не можем определить его состояние. Ну, за исключением, соответственно, прокрутки, да, самой и посмотреть. Но здесь воочию видно. Такая же история, да, как и с наружной стороны. Здесь мы видим тоже вместо одной кромки, как здесь, две кромки у нас рабочие. Соответственно, центральный, да, вот этот вот участок, он полностью не задействован. Также есть окалины. Важный момент, который соблюдают, к сожалению, не все специалисты, обслуживая задние тормозные механизмы, да, и передние, по большому счету, методика та же самая. Нужно тщательно обращать внимание на частоту поверхности ступицы, контактирующей с тормозным диском, по той причине, что устанавливая даже новый тормозной диск на ступицу, вот как здесь, да, как мы видим, со следами тоже грязи, частичной коррозии. Возможно, будет передаваться биение с такой ступицы, соответственно, на тормозной механизм. В дальнейшем это будет отражаться на различных, ну, неприятных таких ощущениях на педали тормоза и некачественной работе тормозной системы. Еще один акцент, который хочется поставить, вне зависимости от того, производите вы эти работы у себя в гараже, в собственной мастерской, либо на станции технического обслуживания, опять же, при наличии инструмента, желательно воспользоваться индикатором часового типа. Если вы не меняете ступицу колеса, то хотя бы просто проверить на нем биение. У многих производителей, опытные автомобилисты и механики обращали на это внимание, конструкция самой колодки может отличаться. У кого-то есть надпилы, у кого-то есть фаски, у кого-то нету, у кого-то надпилы выполнены по диагонали. В каком-то случае этих надпилов может быть один, два и так далее. На самом деле, в пределах даже одного производителя колодки могут предельно отличаться. Они могут быть целиковые, без надпилов, без различных фасок, так и, соответственно, выполненные вот в такой конструкции. Почему колодки выглядят именно таким образом, мы расскажем на наших дополнительных занятиях и онлайн-вебинарах, куда я вас с радостью приглашаю для того, чтобы не растягивать сегодняшний видеоурок на много-много часов. Диск установлен. Настало время монтировать детали разового монтажа. Но перед этим я хочу рассказать важность этого винта. Он, на самом деле, не столько для монтажа, для крепления диска и удобства надевания колеса. Это очень важный и ответственный элемент. Я сейчас объясню, для чего он нужен. Когда диск не перекручен к ступице, видите, он вроде бы никуда не падает, но вот есть зазор, есть свободный вход. Чем это опасно? Когда вы снимаете колеса для того же сезонного шиномонтажа, с обратной стороны старого диска грязь или окалина может упасть в образовавшуюся щель. И только что у вас не было вибрации, вы сняли колесо, повесили другое колесо, прижали его гайками или болтами, а вибрация появилась. Так что вот этот винт, он в первую очередь не дает появляться зазору между ступицей и диском. Монтируем. Друзья, еще один важный момент хочу продемонстрировать уже прям вот наглядно. Значит, немного ранее мы говорили про то, что тормозные колодки поджимают диск и, соответственно, не позволяют ему вращаться. Так вот, обратите внимание, что мне приходится не то, что с большим усилием, а с катастрофически большим усилием попробовать сдвинуть эти тормозные колодки со своего места. И самое главное, что у меня, блин, ничего не получается. Так вот, мы понимаем, что это связано... Вышло, наконец-то. Мы понимаем, что вот эта вся история и беда связана с тем, что под скобой, под держателем, образовалась коррозия. Причем коррозия не просто слоем, она пористая. И многие производители и фирмы, которые поставляют детали тормозной системы, рекомендуют, собственно говоря, как и производители автомобиля, применение различного рода специальных приспособлений для очистки вот этих привалочных поверхностей. Причем следует заметить, что стоимость такого оборудования достаточно высока. И, наверное, справедливо будет спрашивать такое оборудование либо у профессиональных механиков, которые занимаются частным ремонтом автомобиля, у которого есть свой сервис или гараж и занимаются таким обслуживанием на потоке, либо специализированных станций технического обслуживания, где персонал, да и в целом сама станция, ну просто обязана, да, по соображениям чести иметь подобного рода инструмент. С другой стороны, для обычных автомобилистов или для механиков-любителей наличие такого инструмента не обязательно, не обоснованно, потому что дорого, да и, собственно говоря, обычному автолюбителю, обслуживая свой автомобиль каждые 15, 20, 30, 50, 60 километров, нет никакой необходимости иметь в наличии подобного рода приспособления. Так вот, в некоторых исключениях из правил, назовем это так, мы, как производитель, не одобряем этого, но, тем не менее, можно использовать либо специальную курс-щетку, либо обычный напильник для того, чтобы зачистить и сбить вот эту поверхностную пористую ржавчину буквально слой за слоем, но при этом очень работая осторожно и аккуратно, не повредив, собственно говоря, сам основной материал, металл. Таким образом, выбирая между двух зол, между заклинившими и неспособными свободно перемещаться по направляющим тормозным колодкам и очищенным поверхностям с помощью того же самого напильника, выбираем меньше из двух зол. Лучше очистить, но всегда лучше обращаться к специализированным мастерам, которые обладают и опытом, и данным инструментом. Отдельным моментом и акцентом хочется отметить обработка вот этих поверхностей трения, поверхностей, по которым скользит колодка, с помощью керамической пасты. Скобу почистили. В пору устанавливать накладки, соответственно, держатели и сами колодки, и устанавливать это дело обратно. Но не все, к сожалению, не все проверяют состояние пальцев. Как правило, это такой золотой стандарт. Если лезешь в тормозную систему, всегда необходимо проверить состояние направляющих, состояние пальцев. И чем мы сейчас и займемся. Собственно говоря, одну сторону я уже от пыльника освободил. Здесь мы смазку видим, но верхняя часть, она уже немного загрязнена, поэтому в целом, конечно, еще походит, мы это понимаем. Но с другой стороны, вот эти небольшие, я даже не знаю, как это назвать, такие кварцевые включения, что ли, в верхней части, они так или иначе будут оставлять следы, борозды на непосредственно самом пальце. Поэтому рекомендуется почистить и смазку заменить. Лезем в нижнюю часть, которая сейчас стала верхней. Вуаля! Обратите внимание, здесь все сухо. Абсолютно загустевшая смазка, превратившаяся просто в какой-то непонятный глиняный набор. Раз состояние пальцев у нас требующее внимания, а один из них вообще сухой полностью, можно задаться вопросом, а исправен ли пыльник? То есть нет ли на нем каких-то механических повреждений, трещинок или чего-то другого, куда может просачиваться влага и, соответственно, попадать на рабочие поверхности. Ну, как мы здесь посмотрели, один пыльник у нас целый, второй пыльник у нас тоже. Ну, по крайней мере, если там под микроскопом не разглядывать, я внешних каких-то дефектов не вижу, а из этого следует следующее, что вот эта часть, куда крепится пыльник, здесь это очень хорошо и наглядно, она точно так же заплыла вот в этой вспененной или пористой коррозии. Собственно говоря, это не герметичность, дает возможность влаге загружающей среды попадать под пыльник и, соответственно, оседать на пальцы, таким образом выводя смазку из строя. Поэтому, если есть возможность, время, а самое главное желание у ответственного механика обработать и вот эту поверхность в том числе, чем мы сейчас и займемся. Друзья, а теперь то, на что я хочу обратить пристальное внимание и в автовладельцев, и механиков, и, в общем, большой-большой и широкий круг лиц. Как мы с вами понимаем, на этом автомобиле меняли колодки и даже неоднократно, но каждый раз, упуская вот эти моменты, которые нужно было почистить, вот эти моменты, которые тоже нужно было почистить и заново набить смазкой, по той причине, что, соответственно, влага попадала, да, извне в этот механизм, на вот эти возможные нюансы, связанные с невозможностью свободно, да, ходить тормозной колодке внутри скобы, а также то состояние тормозного диска, которое мы с вами наблюдали, свидетельствует о том, что механики подходили не совсем корректно, наверное, да, к своей работе и не обращали внимания на вот эти вроде бы маленькие, но очень такие серьезные вещи, а в итоге раз, два, три, четыре, пять, и простая замена тормозных колодок превращается чуть ли не в полноценное обслуживание и замену и тормозных дисков, и чуть ли там до суппорта можно, да, и до тормозного цилиндра не добраться, который, кстати, тоже требует внимания. Поэтому большая просьба, если уж там не хватает бюджета на то, чтобы поменять, да, вот эти элементы, пристально обращайте внимание и максимально старайтесь зачищать и обслужить тот или иной компонент тормозной или любой другой системы. Ну а сейчас я предлагаю, собственно говоря, от слов перейти к делу, нанести небольшое количество смазки на рабочую поверхность с одной стороны и с другой стороны. Много не нужно. Здесь можно воспользоваться кисточкой, можно воспользоваться пальцами, в перчатках, без перчаток. Вот. Никакого, по большому счету, никакой большой разницы не будет. Вот таким образом мы легкими движениями наносим смазку. Много ее набивать тоже не нужно. А еще самое главное, не стоит смазку набивать непосредственно в само отверстие рабочей поверхности, иначе внутри будет вот такая вот вещь у нас, да. Мы попробовали. И излишки смазки просто-напросто удаляем. И это первый момент. И такая же история у нас продолжается со второй частью. Небольшое количество наносим, равномерно распределяем по самому пальцу. Все зафиксировали. Проверяем. Пальцы у нас абсолютно подвижные, перемещаются легко, без каких-либо усилий. А самое главное, равна между собой. Но это не вся смазка, которую нужно нанести на скобу. Опять же, возвращаясь к вопросу о целом комплексе мероприятий, которые предстоит сделать и проверить при обслуживании тормозной системы. Мы пользуемся специальной консистентной смазкой и наносим на рабочую поверхность мест, по которым скользит колодка. В нашем случае она дополнительно защищена скобой. И конкретно в этом случае, помимо своих основных свойств, она выполняет свойства защиты как раз-таки вот этой самой неприятной пористой коррозии. Много не надо, точно так же. Места обработаны, скобы поставлены. Приступаем к сборке. Друзья, обратите внимание еще на одну особенность. Одна из колодок выполнена без механического датчика износа. Вторая колодка выполнена непосредственно с механическим датчиком износа колодки. Вопрос. Как устанавливать? Так. Или так? Ответ простой. Но, к сожалению, не все знают на него правильный ответ, да? Вот этот датчик, он должен работать на отрыв в момент того, когда диск совершает вращательное движение. То есть, в настоящий момент у нас автомобиль двигается прямо, следовательно, вот эта пластинка должна уходить вниз. Именно в таком положении она будет издавать противный вот этот печащий звук. Соответственно, когда колодка износится. Если поставить наоборот, то пластинка будет прижиматься к колодке и никакого звука не будет. Поэтому, устанавливая колодки, следует иметь в виду и этот важный момент. Ну, а мы приступаем к самой установке. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ступицу зачистили. Соответственно, повторили ту же саму процедуру, как мы делали и на задней оси. Настало время установить тормозной диск. Перед этим многие мастера тоже допускают ошибку. Необходимо не просто установить диск, а непосредственно перед этим смазать посадочную окружность на ступице ведомого диска. Что мы, собственно говоря, и сделаем. Но сейчас я сделаю небольшое ответвление от основной нашей темы и хочу поговорить про вопросы тормозного цилиндра. Обратите внимание, в данном случае тормозные цилиндры по-хорошему, конечно, нуждаются в замене, потому что, во-первых, и опорная плоскость, она имеет следы коррозии. Мы, безусловно, ее зачистили, но это временное решение. Также мы демонтировали пыльник и немножко заглянули, соответственно, нажали на педаль тормоза, вышел цилиндр, мы приподняли резиночку и посмотрели, в каком состоянии находится тормозной поршень сам. Смазка в нем есть, в принципе, в достаточном количестве, но одна из рекомендаций, которая будет дана владельцу, это, соответственно, заменить тормозные цилиндры. Затираем, соответственно, вот эту поверхность, аккуратно, точечно наносим смазку в нескольких местах и в дальнейшем распределяем ее. Стараемся это делать максимально аккуратно для того, чтобы не затронуть поверхность самой ступицы. Ну, а излишки просто-напросто уберем ветошью или бумагой, салфетками. Друзья, еще один момент, который хочется отметить, на всех тормозных дисках VALIO помимо заводской маркировки присутствует, обратите внимание, значение минимально допустимой толщины тормозного диска. И вот мерить ее, измерять, конечно же, нужно правильно. Не только с помощью штангенциркуля, как это любят делать многие автомобилисты и механики, а исключительно с помощью микрометра. Объясню, по какой причине показания на штангенциркуле могут быть неверными. сейчас диск у нас новый. Соответственно, нету выработки на буртике, поэтому те значения, которые есть, являются истинными. Но в момент того, когда вы будете использовать штангенциркуль с допустимой выработкой, мы можем продемонстрировать это на старом диске. губки штангенциркуля цепляются непосредственно за буртик. И если мы производим измерения в разных частях, соответственно, показатели у нас могут тоже разниться. Поэтому мы либо подкладываем, ну, условно, монетки, либо какие-то шайбочки одинакового размера, и затем вычитаем эти значения из полученных значений, ну, либо просто берем в руки микрометр и особо не заморачиваемся с этим вопросом. Как Артем и обещал, история оказалась интересной. Мы обнаружили колодки, которые были установлены, и они работали, но очевидно, что доработанные они были напильником, как и положено на Руси. Но если правильно подобрать по каталогу по автомобилю, то колодка встает просто сама по себе и спокойно перемещается без каких-либо болгарок, напильников и прочего дополнительного инструмента. И дополнительных усилий. Да. А также позволю себе дополнить слова Якова при замене тормозных колодок следует не забывать использовать и переставлять со старой колодки на новую вот такие вот шумопоглощающие вибрационные пластины дополнительные. Но, конечно, желательно наблюдать за ее внешним состоянием, и если она достаточно сильно загрязнена и не очищается или покрылась коррозия, коррозии, то желательно, конечно, ее тоже поменять. А еще обращайте внимание, что разные производители по-разному упаковывают колодки. Где-то с аксессуарами, где-то нет. Причем это не от жадности или стремления экономить, а в зависимости от того, сменный это одноразовый элемент или съемный сменный. И вполне возможно, что, например, предыдущие механики забыли поставить эту деталь, вы покупаете новую колодку, ставите отдельно, у вас начинается скрипеть, шипеть, шуметь, вы ругаете бренд, а дело оказывается в отсутствующих деталях. Поэтому нужно в таких случаях, наверное, поднимать какие-то схемы, например, в оригинальной программе, в оригинальном каталоге, посмотреть, из чего состоит тормозная система, из каких элементов. Возможно, что-то нужно докупить и поменять вместе с колодками. Да, вполне отличное замечание, особенно это замечание будет справедливо к продавцам, к людям, которые подбирают запасные части, заранее уточнять у клиента, установлено ли у него и дополнительно предлагать таким образом повышать свой же средний чек. И вот эти стальные пластинки, которые призваны предохранять от коррозии, сами практически не ржавеют, но покрываются грязью и обязательно их нужно чистить, а при внешних признаках повреждений лучше заменить. На новые, я абсолютно согласен. Все, прикручиваем? Да. Эта пружинка, конечно, очень знатно, прям как это подгибает. В завершение большого цикла техническо обслуживания тормозной системы хочется уделить должное внимание самому главному компоненту этой системе, собственно говоря, ее величеству тормозной жидкости. Основным параметром, характеризующим тормозную жидкость, является температура кипения. Здесь же хочу отметить то, что компания Валя выпускает полный ассортимент тормозной жидкости, и кроме этого у нас есть специальное приспособление, спецоборудование, которое позволяет кипятить, физически кипятить тормозную жидкость, таким образом понимая точку кипения самой жидкости. Но поскольку это оборудование достаточно дорогостоящее, позволить его может себе не каждый механик, а некоторые профильные СТО в обычных различных магазинах, автомагазинах продаются и вот другого принципа действия прибора, они измеряют плотность жидкости, но тем не менее в среднем по больнице этим показаниям тоже можно верить. Давайте проверим, что нам покажет сей прибор, калибруем его, видим, что загорела зеленая лампочка, и только после этого запускаем в бачок с тормозной жидкостью. И как мы с вами видим, соответственно, верхний индикатор показывает нам красный цвет, из чего следует вывод, что тормозную жидкость необходимо менять. Различия между данными жидкостями четверка и 4+, заключаются первостепенно в температуре кипения, здесь 245 градусов Цельсия, здесь 265. У них также и различные применения. Жидкость DOT 4+, используется в тех автомобилях, где машины оборудованы различными ассистентами такими как ABS, ESP, подъем, спуск с горы и так далее. Ну, вроде все сделали, тормоза вслужили, и тормозную жидкость даже поменяли, и вроде все готово, осталось колеса прикрутить. Последний момент, на который акцентирую ваше внимание, господа, это то, что посадочные места алюминиевого диска легкосплавного точно так же необходимо зачищать щетки по металлу для того, чтобы не было какого-либо биения, а также крайне настоятельно рекомендую использовать непосредственно алюминиевые спреи, причем не нужно заливать это до состояния условно склизкого болота, достаточно сделать всего лишь вот таких пару небольших пшиков для того, чтобы распределить вот этот алюминиевый туман. Ну что ж, на этом, наверное, сегодня практически занятия можно считать законченными? Вполне чувствую приятную усталость, но, как мы понимаем, многое, конечно, осталось за кадром, потому что есть еще рекомендации для владельца этого автомобиля замена задних пальцев, замена тормозных поршней спереди и сзади, соответственно, резинок и смежных всех вот этих деталей, но и много... Уберите внимание стояночному тормозу. Это отличные замечания, но и в целом наблюдать автомобиль с различных сторон и уделять нюансы и внимание каждому... На самом деле, задача сегодняшнего семинара, если так можно сказать, была показать, что в любой, казалось бы, простой работе есть куча нюансов, на которые нужно обращать внимание, на которые нужно правильно реагировать, ну, которых желательно знать, а иначе вложенные деньги могут оказаться выброшенными на ветер. Как мы заметили на примере этого автомобиля, история повторялась неоднократно. То есть, колодки менялись, тормозная система не обслуживалась, колодки менялись и так далее, и так далее. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам было интересно, ставьте лайк. Если вам интересно содержание технической автомобиля, подписывайтесь на наш канал, на канал... Приходите к нам на сайт. Валю, да. А если вы можете повторить, пожалуйста, в отдел канала. С вами был Яков. Артем Березин. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok